У нас пока мало, в основном смотрят записи. Время неудобно. Это время сериала, концепта. Все самое главное – отличь людей от грустных мыслей. Так что мы не фаворик, как говорится, и мы не лидеры среди зрительских симпатий. Но тем не менее, работаем на будущее. Итак, друзья, сегодня я вас знакомлю с ещё одним членом нашего кружка. Человеком уникальным, удивительным. И даже не моей ученицей. Я вас интригую. Вот видите, вот это вот чудо, да? Это я с гордостью говорю про человека, потому что никогда у меня такого расти не будет. У меня ежевика вымерзает по уровню снега. Вот. Ладно. Полюбовались? Вот. Чего она добивается? Довести меня до инфаркта? Не дождёссясь. Я так горжусь ею. Вот. Как своей подругой, как своей дочкой духовной. Просмотрели? Сейчас дойдём до неё. Так. Тоже хотите валютолупить, как я? Пожалуйста. Придётся пить. Придётся. А знаете, чем я сравниваю? Сказать? Неудобно говорить. Есть такой институт, который называется «Центр садоводства России». Ну, это, как бы сказать, его второе название неофициально. «Центр садоводства России». Я видел десятки фотографий. Вот тут, извините. Вот. Наш кружок как-то лучше смотрится. «Рабада». «Рабада». «Ночка». «Снежана». «Росинка». «Суйга». «Так». «Пушинский». «Если вот так смотреть, да?» «Это двадцать третий номер». «За сколько у неё сортов?» «Вот». «Боже мой, боже мой, боже мой». «Ну, а вот героиня сегодняшнего дня». Итак, знакомьтесь с этим уникальным человеком. За пределами нашего кружка редко-редко у кого настоящая саженца, настоящий посадочный материал. Вот это тот самый случай. И сейчас я поделюсь нашими с ней планами, вы поймёте, почему вы её видите на экране. Итак, я с неё буквально выдавил её данные. Она их не скрывала, но и здесь на нашем канале лишним не будет. Итак, интернет-магазин. Надо будет потом… Вернётесь к этой записи, найдёте. Канал на Ютубе. Надо будет… Найдёте потом сами, отдельно. Вот это и вот это. Зовут Гречишникова Татьяна Александровна. Прошу не путать железы вот Татьяны Александровны. Но они друг друга стоят, между прочим. Так. На всякий случай, для слабосмотрящих, пусть оно хорошо слышащих. Адрес 442-900. Пензенская область. Рабочий посёлок Тамала. Или Тамала. Улица Майская, 12. Телефон. Ну, по-простому. 8-909-321-45-08. Это и WhatsApp, и Viber, и Telegram. И ещё электронная почта, по которой я получил от неё вот эту вот красоту, что вы видели. Теперь. Это не просто. Вы же знаете, что такое реклама. Продать, продать, продать. Здесь цель другая. Вот. Я не стал научиться этой милой даме. Подарил 500 косточек. Не считая заказа, 500 косточек просто взял и подарил. Маджирское абрикосы. Вот. Значит, есть такая идея у неё, поддержанная мной, но с какими-то, как бы сказать, с какими-то мечтами, и так можно выразиться. Итак, началась идея с того, чтобы посадить на 5 гектарах сад. Если вы видели несколько фильмов, я к ней обращался, только не говорил об этом. Сложности, которые возникают при этом. Так? Вот. Не отговаривал, но предупреждал. Отговорить не удалось. Вот. Ладно. И тогда, естественно, что пока это, да, кстати, касается десятками из вас. Вспоминаем, сколько из вас. А? Смотрите в глаза. Взяли по гектару 2, 3 или 5 или 10. А есть рекордсмены и 20, и 50. Вот. И тут начинается головная боль. Предупредил о технических сложностях, о финансовых сложностях, о сложностях с реализацией и так далее. Но из всего этого, что я говорю, финансовые сложности, так, эти самые технические сложности, так, а потом всё остальное. Самое лёгкое – это вырастить. Она сохранит там вот и деревья, и сад, и продукцию. Это будет сложнее. Не знаю, вот, Татьяна Александровна, смог я вас до конца немножечко, как бы, вот, к этому лыжню чуть-чуть повернуть в другую сторону, практически неизведанно. Тем более для Пензенской области. Вот. Смотрите внимательно. Значит. Значит, если брать ещё год, там будет ров рыться, какие-то насаждения садиться, которые можно назвать там ветроломное или защита от людей, от двуногих скотов. Вот. Это всё можно делать. А глядя на эту фотографию, ещё же говорю, это касается любого дачника. Любого, даже у кого только 10 соток. Итак, я подобрал фотографию, где вы видите. Всего лишь длину метров 10 будет на фото, ширину метров 10 будет, и так одна сотка. Примерно такое количество выросло. Ну, схожесть под 100 процентов, всё-таки садили железо, это не фут изюму. Вот. И получается, что? Если здесь 500 деревьев, это примерно, учитывая их мощный рост, более тёплый климат, чем у меня. Если при такой скорости, это, извините, полтора-два гектара. Вот. Что можно сделать в первый год? Осенью, представим себе, что мои... А это ещё не предел. 500 это было так сказать. Знаешь, что я ждём? Ой, сказать обидитесь. Я за нажим позабросил. Почему сейчас? Я откровенно... На это... Таня, у нас тут все свои... Все свои, вот. Даже новички, и те меня поймут. Итак, перед нами 500... Специально подобрал фотографию, как же я не считал, но 500 сельцев. Так. Теперь смотрите, что получается. Почти два гектара. Но пересадка будет... Когда? Позже. Почему? Не сходя с места, становясь на колени. Так. Можно, видите, между ними 20 сантиметров. Ну, приглядитесь. 25 сантиметров. Можно взять и вырастить уже привитые саженцы. Не сходя с места. Это значит, без пересадки, мощный рост, здоровье. Так. А потом, лучше из лучших оставляем. Ну, сколько на одной сантиметре можно ставить? Ну, штук. Ну, штук десять. Ну, ладно. На начало погуще. Там бог не знает, какая климат будет. Вот. А что мы на нее, на этот мальчужский абрикот будем привать? Мы будем прививать вот такие вот... Кстати, обратите внимание. Так никто и не купил. Вот это, видите, нет? Огромные... Небольшие, нет. Огромные кусочки. Это тот самый академик пианиста, который не имеет этих самых... Не имеет в супругах пример. Поняли, да? Вот. Ну, потом, надеюсь, что купили. Если считать, сколько прошло? Месяц, да? Ну, еще за два месяца еще двадцать что купят. Ладно. Это грустный разговор, я поддерживать сейчас не буду. Смотрите, что получается. Вот. На него на следующий год есть два пути. Это учеба для всех, для единого. Вопрос только в масштабах. Вот. У меня всего пол гектара. А вы видели, что там творится на этих пол гектарах? Я до сих пор с ужасом вспоминаю этот урожай прошлого года. Итак, на него прививаем самые роскошные абрикосы. Раз. В пенинской области куда они денутся. Посадка по железу. А мы про посадку ниже вернемся. Так. Персики два. Сливы, которые проверены, что они на абрикосах, как чувствуют себя. Даже лучше. Вот эти сливы венгерки. Это открытие даже не мое. А Чернобаева. А я учусь. Я впитываю сливы на венгерки. Сливы венгерки на абрикосах. Вот на этих. Луче проживается, чем на сливокитеках. А и что сливокитеки, и что абрикосы вот эти, у них предельно морозок. И за минус 50. Вот. Можно на местном по двое делать. Но там риску больше. Итак. Сливы. Персики абрикосы. И может было бы еще там помечтать. Но я говорю о том, что будет гарантия. Что это дает? Не просто сад для того, чтобы потом продать фрукты. Нет. Нет. Это будет сад. По-мологически. Сад. Ботанический. Сад. Я еще два названия скажу. Санитарный. И сад. Сейчас это слово-то. Как это называется? Как это называется? Санаторный. Вот. Представь себе, что в этом саду где-то в уголочках растет 20 огромных. Они быстро растут. Страшно быстро. Мазужских орехов. Под ними стоят лавочки. Вот. Сидят люди. Вот. Значит. Пьют какой-нибудь напиток из этих самых абрикосов. Ну. Понимаете. Вот. Заедают орешками этими. Ну. И так далее. Вот. Это в угол сада. То есть. Мы расширяем функциональные возможности. Вот. Сад становится, допустим, вы поверите мне. Последний случай был два года назад. Предпоследний три года назад и четыре года назад. Питерская зелёная волна предлагала включить меня в этот. И чтоб я на этом мани зарабатывал. Как это называется? Туристическое путешествие. Забыл. Вот. Зелёная эта волна. Вы её все знаете. Очень популярная. Значит. Саянская тропа или как. Тоже хотели меня включить. Третий случай был. Возить специально немцев и шведов именно ко мне. То есть. На этом можно деньги делать. Я, конечно, не купился на этом. Ну. Типа. Миссарское это дело. Там. Какие-то немцы. Вот. И. Это направление. Но для этого что нужно? Немножко переиграть. Не просто промышленный сад, который будет ломиться от фруктов. Я и так знаю, что он будет ломиться от фруктов. А лучше из лучших лучше на планете. Не только в России на планете. А они все есть уже. Потому что когда я показываю свою фото галерею. Вот. Ну что я скажу. Ну нету больше такого нет. 200 питомников пользуются моими фотографиями. Вот. Своих даже садов нет. А. Там где есть сады. Вот. Вы думаете. Почему я сейчас разговариваю с Татьяной Александром. Вот с этой милой дамой. А потому что у нее материал лучше чем в том институте. Который в скобках называется. Центр садоводства России. Вы поняли? А? Придеть? Я еще и рядом вот этих фотографий. Тут за этим вот допустим. Ежевика и ту ежевику. Но я не хочу чтобы смеялись над этими. Над казенным учреждением. И так. Вот это направление. Не отнимая того что потом будет головная боль. Куда девать те же абрикосы. Та же головная боль останется. Но. Вот это высшее. Так сказать предназначение. И меня вас Бог послал. Я буду помогать. И уже начал помогать. Ух. Высказался. 15 минут. Но учитывая что я показал вот это. Это агротехника. Нет. Еще 3 минут 4 минуты. Когда-то мне даже не поверили. В первых статьях еще не было фильмов. Вот этих сотен тысяч. А были сотни статей. Я привел пример и была фотография. Я умудрился. Это. Организовать. Квадратный метр. Самый дорогой в истории садоводства. А дело было так. Вот такой же густотой посадил. Потом специально мерил. Метр на метр. И у меня получилось. От 40 до 50. И вот что я плохо не сделал. Но точно что. От 40 до 50. Вот такие же. Но только представь себе квадратик. Квадратный метр. Вот. А переносить. Я тогда был не новичком. Но я только тренироваться любил. И все привел. И вдруг у меня популярность. Пару раз приехало телевидение. Популярность сразу такая была. Что тут же ко мне помчали за саженцами. Это было время когда саженцы еще любили. Еще руки у людей не опустились. И я с этого квадратного метра. Продал 40 привитых саженцев. Высотой метр. И по тем временам. По сумасшедшей цене. Тысяча рублей. Это как сейчас 2000. Я так никогда дорого. Но в то время средняя цена была 300. На рынке. А я по 1000. И получилось что. Примерно 10-15 лет назад. Я за квадратного метра снял урожай. 40 тысяч рублей. А теперь умножьте на гектар. Что будет. Но это только в этом. Но Татьяна Александровна сказала. Что она еще и привать умеет. Вот. И вообще это. Мне кажется что. У нее талантов больше чем. 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 А может чем у меня. Чем у всех вместе взятых. Такие случаи бывают. Вот. Вот. Где-то долго параллельно жили. У нее свои. Эти. Она на своем конце деревни никого не трогала. Как тот Евдокимов. А я на этом конце деревни хозяйчиваю. Ну. Теперь мы вместе. И так. Сотка. Полтора. Два гектара. Можно засадить. Вот. То есть. Две. Три. Сотки. И. Если заниматься. Все-таки. Разбрасываться надо. Типа. Типа. Полологически. Это громко сказано. Ботанический тоже громко. Тут нет дикороса. Тут нет дикороса. Как ее назвать-то. Ну. Просто. Самый ценный сад в России. Но. Это пройдет лет через пять. Вот. У вас практически нет. Это. Татьяна Александровна. Дочка. У вас практически нету. Как бы назвать так. Конкурентов. Сибирь не пойдет. Я. Я. Это. Могу вырастить. Там. Как у меня было. Две сотни. Штук. Две сотни штук. Этих персиков. На всех деревьях. А тут же. Этот самый. Баскирий. У мужика. Там. Десять ведер. Ведер. С дерева. А у Мезиного. А у Макарова. Вы. Благодат на месте живете. Посмотрите со мной. Да. Чем вас убеждать-то. По-моему. Это. Это самое. Можно уже и не убеждать. Всего лишь изменить название. Промышленный сад. На. Сад. Этот. Ну сказать. Исключительный скажем. У тебя все сказалось. Подписывайтесь на наш канал! Приятного аппетита? У тебя уже не все сказалось. Подписывайтесь на наш канал!